Так, я включил. Ага, это не то, кстати, о птичках. Добрый вечер. Но сейчас я возьму еще минутку, потому что у меня не до конца вышло то, что нужно. Я, Саша, брать все минуты поздно. Это сухо, это не то, что нет. Нет. Это было до того, что я вспомнил. Добрый вечер. Давайте запустим фейсбук. Всем добрый вечер. Мы продолжаем сегодня нашу любимую книгу Рота Чула. В начале урока я бы хотел немножко потрепаться. Я хотел поделиться. У меня был хидуш, я не помню, кому рассказывал. Нет, у меня был хидуш на нашу единую главу. У нас, когда Маше разговаривает с Богом, который его посылает в Египет вывезти оттуда из сынов Израиля, в какой-то момент Маше спрашивает, ну хорошо, я к ним пойду. И они меня спросят, а как тебя зовут? Кто меня послал? И Всевышний отвечает. Два ответа. Первое, он говорит, Ие Аширье Шлаха Недреха. Да? Ие Аширье тебя послал. А второй ответ, который он отвечает, Я Бог Аврама и Цак и Якова. Со вторым ответом вроде более-менее все понятно. Бог, который мы говорим, Бог мира, это Бог, в первую очередь, тот Бог, который, и который, который Бог Аврама и Цак и Якова. Что за первое? Переводится, что такое Ие? Это глагол быть в будущем времени. Буду. И переводится, как я буду, который будет много комментариев и абсолютно непонятные ответы, абсолютно непонятное имя. Мы знаем разные всякие имена Бога. Это какое-то интересное имя, причем оно еще работает на выходе из Египта. Да, вот, кто тебя послал, вот, такой Бог будет. Куда, что он будет, не очень понятно. И что это такое за имя? У меня появилась своя мысль по этому поводу. Так, это моя мысль, то ее можно критиковать. Я решил поискать вокруг, я решил поискать вокруг, где эта Ие появляется. Так, это связано с Эраком? Еще нет, нет, я до... Это связано с недельной глаголой? Да. Вот. И, значит, я решил посмотреть, где этот глагол будет. Он появляется в нашем сухим, который вокруг. И, оказывается, он появляется. Видимо, это глагол, насколько я понимаю, он в такой форме, как в будущем, он не очень часто. Где он у нас появляется? Там же Всевышний говорит, я буду с твоими устами. А потом он повторяется, то же самое про Маше и Аарона. Я буду с твоими устами и с его устами, и он будет тебе Богом, а ты будешь ему пророком. И вот этот глагол Ие появляется, как бы, я буду с твоими устами в данном слышу. Можно я тоже здесь слышу? Можно тоже посредине, там, где-то, после или до, или, если. Это закончили? Да, закончили. И, по-моему, что-то с Юсефом было тоже похоже. Юсеф был в доме у Патифара, там, по-моему, Всевышний был с ним, опять-таки, и он, его благословили, и он был успешен во всем, что он делал. Получается поэтому, что это имя, как бы, что человек что-то делает, а Всевышний находится с ним. Я буду с тобой, то есть ты говоришь, а я с тобой. И это, как бы, то, что я хотел сказать. И это мы, допустим, можем увидеть в потрясающей, в пятой книге Торы, там, где Моше говорит, дворин, да, в общем-то, что это такое? Это Моше говорит прощальную речь перед смертью. А Всевышний говорит, знаешь что, мне понравилось, как ты говоришь. Я тоже подписываюсь внизу. Запиши это в Тору, пожалуйста. То есть, это когда человек действует, и Всевышний находится, с ним его поддерживает, но как бы Всевышний не влазит напрямую в наш мир. это вот как бы... А! И по этому поводу, как это, немножко смешно, небольшой наезд на христианство. Они взяли, видимо, эту же самую идею. Я буду с тобой. Но в таком виде они ее не смогли переварить, они ее превратили в более грубую идею. что Бог перерождается и перевоплощается в человека и действует как бы через человека, причем не любого человека и не там любого еврея, а через конкретного еврея. И вот соответственно появилась такая вот идея. Просто в общем-то та же самая идея, которую я говорю, только в более грубой форме появилось христианство. Это то, что я хотел сказать до начала нашей учебы. Но вот у Рути тут была тоже интересная идея и тоже хочу, чтобы мы ее все послушали. Еще. Ты там в фейсбуке, а здесь зубы. Тут люди. Окей, живые люди. Добрый день. Я хочу сказать то, что опять то, что уже мне интересно про Иуда и Тамару. У меня все время я... То есть то, что интересно, как бы в Торе есть, в Торе пользуются одними и теми же словами, одними и теми же фразами это ощущение как будто бы сразу у нас появляются какие-то ассоциации связанные с этими словами. Потому что эта же самая фраза и это же самое слово упоминалось в другом месте. И теперь, когда Тамара она приносит, она показывает, когда Иуда скажет, что сжечь Тамар, она посылает ему вещи. Какие вещи? Это посох, это шнурок, и это печать его как бы как удостоверение личности. Она ему говорит о кернах. Узнай-ка эти вещи. Где эта фраза о керна, она была еще? Она, эта фраза о керна, это была точно такая же о кернах. Узнай-ка эти предметы, когда братья Юсефа, братья Иуды посылают эти вещи, нет вещи, посылают рубашку, укровавленную рубашку Юсефа, посылают Якову. И теперь, как это связано, то есть после того, как послали окровальную рубашку к Якову, то это был как бы очень низкий момент. После этого Юда говорит, нет, я не могу так продолжать, я ухожу, я не могу быть частью этого. И теперь Тамар посылает ему предметы и говорит, узнай-ка, опознай-ка эти вещи. И это как бы ассоциативно возвращает его в ту ситуацию, когда послали рубашку отцу. И он тогда, тогда это как бы признай-ка, узнай-ка эти предметы. Значит, я начинал, и как бы тогда ассоциативно как бы, а, да, я здесь виноват, действительно, это мои вещи. это мне напоминает тоже, что это было при продаже эсэф, это тоже, видимо, я тоже был виноват. И когда тогда, когда он понимает, что он был частью, то есть он мог бы исправить, а не только уйти, это ему дало силы вернуться. Вот. То есть это такое было. Я тебе, это и Цициль, вы помните в прошлом уроке, я тебе, и на прошлом, по-моему, видео рассказывал, но лучше, конечно, всегда послушать из первого источника, а не пересказ. Большое спасибо, действительно, очень классно это самое, вот я обожаю эти аналогии, когда действительно то же самое слово, ты это читаешь не просто так же и заповедь читать Тору каждую неделю главу, но чтобы действительно прочитать и зажглось, и ты думаешь, вот идиот, 8 раз ты читал, или 10, или 100, ничего у тебя не загорелось, а потом ты действительно видишь, кто тебе показывает, что смотри, вот это слово здесь, это слово там, ты говоришь, как же я над внимание обращал, вот, а с другой спасибо. Про поводу будущего мира, ну, когда, то есть давно, 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 когда там еще училась в школе, в израильской религиозной школе, мне сказали, что там было как бы, что вообще будущий мир это что-то, это не обязательно загробный мир, это тот мир, который он будущий, и потом тоже мы делали таблицу, там, что говорит рамбан, что говорит рамбан, что говорит рамбан, и у каждого там свое мнение по поводу, что такое рай, что такое будущее мир, вот, поэтому, то есть, что есть много разных мнений, это как бы, не важно даже, если мы их не знаем, но просто нужно знать, что есть разные мнения по этому вопросу, что такое будущий мир, и одно из них, что будущий мир это в нашем мире это будущее, теперь я поняла, что такое человек, который не верит в будущий мир, это не обязательно это награду и наказание в будущем мире, подвези, конечно, я на крестуру, а, окей, что это значит, ну, что говорит ецера, что говорит другое начало, он говорит, ешь сейчас, нету завтра, нету сейчас, бери сейчас, завтра ничего не будет, хватай и текай, хватай, да, то, что ты откладываешь, это будет инфляция, разоришься, нет, нет, бери все деньги, трать сейчас, ты хочешь, наедайся сейчас, нет, нет, не важно, ешь сейчас, потом ты укрёшь от голода, как бы, а что говорит, как бы, ецера, он говорит, потерпи немножко, отложи это на завтра, отложи удовольствие на послезавтра, оно придет, и это как бы, это вера в будущий мир, это не то, что это будет, потом мы это видим, мы видим, что допустим, тот, кто он отложил, он нашел это завтра, послезавтра, через три года, какие-то положительные результаты, а ецера говорит, сейчас, нету, нету никакого, нету, нету, забудь, ничего не будет, все это будут, они обманывают, пользуйся сейчас по максимуму, нет никакого будущего, сейчас, бери, ешь, пользуйся, не будет ничего, не будет, не будет, не будет, не будет, вы сейчас получаете наслаждение сейчас, потому что не будет ничего, нету будущего, вот, то есть, это не загробный мир, это, нету будущего, теперь высвятая троица, ты тут всем язык вызывал, хорошо, насчет будущего, можно сказать, мне это напомнило идола, которого звали Молох, что это царствует, тот, который царствует в настоящем времени, тогда как Всевышний, про него говорится, что он малах, го, емлох, то есть, во всех временах, в прошлом, и в будущем, и... это как раз связано с тем, что сказал Наталья, я шер и еф, что это история, а это... то есть будущее, будущее, прошлое, да. Окей, большое всем спасибо за внимание, давайте сделаем небольшую музыкальную паузу, обсудим сказанные какие-то идеи, и быстренько приступим к нашей книге. Ну, хорошо. Все рассказали, все, что кто хотел сказать, тогда давайте начнем. мы уже на восьмой главе, и у нас второй абзац, тогда давайте почитаем. о великих муках, которые охватывают душу при мысли от шовек, несмотря на то, что кажется иногда, будто бы они происходят из страха перед наказанием, внутреннее содержание их собственное жгучее страдание души, из-за того, что грех причиняет ей боль, так он противен ее природе, и сами эти муки очищают ее. И человек, познавший на опыте сокровища, лежащие в глубине этих страданий, принимает их совершенно любовью, его сознание успокаивается нами. И тогда он поднимается на многие ступени, и учеба его становится успешным, его внутренний характер совершенствуется, и следы, которые оставили на нем прегрешения, стираются. Они же превращаются в добрые знаки, в которых проявляется величие его души. Итак. О великих муках, которые охватывают душу при мысли от шве. Несмотря на то, что иногда кажется, будто бы они происходят из страха перед наказанием. Мы уже учили не раз, что часто есть разные взгляды на явления. Есть взгляд внутренний, взгляд внешний. Их не нужно пугать. Человек может подумать, окей, я вот исправляюсь, я делаю чего-то лучше, чем раньше, но у меня проблема. Я это делаю не из каких-то великих идеалов, я просто боюсь. Наказание кончится. Я боюсь в тюрьму загреметь. Я боюсь, что меня оштрафуют, поэтому я еду медленнее. Я тут, не знаю, решил никого сегодня не убивать, потому что боюсь, что поймают в тюрьму. Или там, не знаю, сегодня я решил тфелин надеть, потому что боюсь, что потом Бог меня поймает и поджарит. И человек как бы сам себя, он недоволен такими мыслями. Вот как-то я делаю что-то лучше, возвращаюсь в чего, не из-за каких-то идеалов великих, а из-за страха перед наказанием. Что говорит Рав? Он говорит, дорогой, не бойся, не переживай, все будет хорошо. А страх перед наказанием, который у тебя сейчас внешний, конечно, было бы хорошо и правильно бы заменить на что-то более совершенно идеальное. Но знай, что даже проявление страха перед наказанием это внешнее проявление внутренней воли души. Тот, кто еще душу себе не выжил окончательно. А душа на ней боится наказания. Она болит то, что грех сам по себе ее жил. По простому условию. Внутреннее содержание собственное жгучее страдание души из-за того, что грех причиняет ей Бог, так он противен ее природе. грех противен природе души. Поэтому, когда человек делает грех, совершает грех, в общем-то предает свою собственную душу. Душе от этого больно. эта боль может проявляться снаружи разными путями. Один из них страх перед наказанием. Чем-то думать, ой, а зачем мне это сделать? Меня поймают и высекут розовым. Не хочу, не буду. Правильно, что это внешнее проявление самого низкого уровня. Мы хотели бы, чтобы человек не делал гадости, а делал хорошие дела из-за более идеальных и высоких побуждений. Но он говорит, не переживай. Даже самое низменное положительное побуждение души, корень их, их внутреннее наполнение это боль души, потому что грех противен, противоречит ее природе. И человек, познавший на опыте сокровища, лежащая в глубине этих страданий, принимает их совершенной любовью и его сознание успокаивается. Человек, который понял эту боль внутреннюю, он ее понимает, он ее осознает, но он понимает, что это боль, это сокровище. Это то, что его лечит, то, что его делают лучше. И поэтому он успокаивается, его сознание успокаивается. И тогда он поднимается на многие ступени, и учеба восстановится успешной. Его внутренний характер совершенствуется. как мы уже сказали, внутренний характер, это медот, это корень, еще полминуты, секундочку. Потому что исправляя конкретные плохие действия, мы каждый раз боремся с отдельным действием. человек исправляет свой характер, какие-то свои, или свое сознание каких-то вещей, одним махом, семерых убивахом. И вот они характер совершенствуются, и следы, которые оставили нам при грешении, стираются. И они же превращаются в добрые знаки, в которых проявляются величие и облачные. Как мы уже сказали не раз, принципиально исправить какую-то гадость, которую мы сделали, нельзя. То есть иногда можно, но принципиально часто нельзя разбить стакан, он уже разбит. Но что? Мы можем по крайней мере вылечить свою душу. Тем, что человек исправляется он от тех гадостей, которые он сделал, он делает хрота, он раскаивается, это очищает со временем потихонечку его душу от тех пятен, которые грехи на ней оставили. И они же превращаются в добрые знаки, в которых проявляется величие его души. Я был там, я сделал такие-такие гадости, и тем не менее, я смог продвинуться, и более того, эти гадости сработали мне трамплином, чтобы я поднялся на какое-то более высокое осознание, понимание и так далее. Эти гадости, которые я сделал, это было плохо, что я их сделал, но они в конце концов служили добру, и это хорошо, и поэтому вместо выжженной области в душе у меня там будет наоборот травка растет, там будут цветочки, там будет хорошо, потому что эта гадость меня толкнула вперед, была мне как бы мотором, который меня толкнул трамплином вперед. здесь мы как всегда остановимся и передадим микрофон нашей уважаемой аудитории. Пожалуйста. кто-то хочет что-то какие-то есть мысли по поводу нашего отрывка. тишина тишина если кто-нибудь хочет сказать мы пройдем дальше. Следующий наш отрывок это третий отрывок Ну, давайте почитаем. Способный соответствовать естественному течению жизни, как сказано, и вернулся и исцелил его. Однако, основа страдания не от греха, как такового, но из основания греха, из содержания душевных процессов, противных естественному порядку существования, которые присутствуют с момента творения во всем существующем, великолепно объединяя и направляя к общей цели. И поэтому, те, чьи души дурны в основании, и корень всех грехов, заложенных в воззрениях, стремлениях и в свойстве их сердец, вот они смотрят на все дурным глазом, завистливым глазом. И мир видится им в таком беспредельно черном цвете. Они те, что постоянно ропщут на мире и на жизнь. Мрачные пессимисты, глумления которых над бытием, суть насмешка глупца, неспособного понять, что добрый Господь ко всем. Давайте начнем с конца. Мы в иудаизме, наша отличительная черта не то, что нужно делать милость, милосердие. И не то, что нужно проявлять суд. Это как? Это каждому горку понят. Отличительное свойство иудаизма, то, что мы называем и худо-медо. Объединение всех качеств. Нам нужны милосердие и нам нужен суть. Нам нужны все разнообразные качества и человеческие божественные, которые встречаются в этом мире. Главное понять, когда, сколько и где. Поэтому, безусловно, здоровый пессимизм, это хорошая штука, она продвигает мир вперед. Человек, который всегда всем доволен, только благодарит Бога, спасибо за то, спасибо за это, отлично. Но он никогда не станет с дивана исправлять и улучшать мир, потому что зачем бедному давать милостыню, если Бог его сделал бедным? Бог дал, Бог взял, имя Бога благословен. С другой стороны, да? Противоположная, как бы, крайность, она тоже гротескна. И раб сейчас говорит противоположную крайность. Человек, который только на все бурчит, который во всем видит только черное, он очень несчастный. Он очень несчастный. Теперь правильный путь. Это равновесие. Человек должен благодарить. Всевышний спасибо за то, что у меня есть. Человек должен быть недоволен одновременно тем, что есть, тем, что есть, и стремиться к лучшему и к большему. Это более-менее секрет сбалансированной личности, что такое, да, цельного человека. Держаться за обе. Одна нога – это Авраам, милость, Хесель. Вторая нога – это Ицхак, это Дин, Суд. Вместе мы получаем смесь того и другого, это Тиферат, великолепие Иаков, который умеет держаться и за то, и за другого. Поэтому все дети Иакова, мы называемся Исраилем. Соответственно, возвращаясь сюда. Человек, который перегнул с темным сградом на мир, который настолько этот взгляд темный, что он не способен в божественном творении увидеть ничего светлого. Все ему, он всем недоволен, это, безусловно, испорченные души, дурные души. И они, то есть Урава, это во многих, в нескольких местах есть, как бы, такая вот, жалость, что ли, к злодеям. Злодеи, в первую очередь, делают несчастными самих себя, свою душу, свой взгляд на мир. Как бы, ну, немножко похоже на то, что собака бывает кусача только от жизни собачьей, здесь, как бы, наоборот. Он все вокруг видит только в черных тонах, и он сам по себе, поэтому, становится ужасно, ужасно несчастным. Поэтому, как бы, злодеи, они, в первую очередь, несчастны. Но, мы сказали, взгляды всегда на двух этажах. На каком-то принципиальном этаже я могу тоже жалеть злодея. А на реальном этаже я ему должен дать в лоб. Я с ним должен бороться и выиграть. То, что мне там, то есть, то, что он свою душу, в первую очередь, калечит и поганит, это принципиально важно. А реально нет. Реально я с ним, конечно, буду бороться. Так, возвращаемся к нашим, к началу. Каждый грех огорчает сердце. Так разрушает единство между частной личностью и всем сущим. Эта идея урава тоже появляется не один раз и не в одном месте. И действительно, как мы уже упоминали, в душеве человек постоянно, и в жизни на самом-то деле тоже, он постоянно двигается по линии между я часть какого-то общества, народа, человечества, общины, семьи, плюс этого, что он ощущает себя сопричастным к какому-то более большому движению, чем он. Минус, что его личное ощущение сознания размывается немножко. Соответственно, переход слишком сильный в эту сторону, он чреват. Полным стиранием, как бы, личности. С противоположной точки зрения есть самостоятельная личность, которая ни к чему не принадлежит. То есть есть личность и принадлежность, которая ни к чему не принадлежит, в общем-то, как Крафф это определяет, тоже пылинка в космической, как бы, пылинка в космосе. Человек, он ужасно одинок, и он не часть вообще ничего. Он, как бы, оторванный, ломать от бытия, что тоже, в общем-то, грустно и плохо. Нужно держаться в середине. Соответственно, боязнь чувы, это иногда боязнь потерять самого себя. И поэтому, и еще вопрос, который возникает часто по поводу чувы, это, секундочку, что такое чува? Это веление моего сердца изнутри, или это желание, веление кого-то снаружи, кто меня заставляет сделать что-то, что противно и не соответствует моей сущности? И здесь тоже нет одного простого, четкого ответа. Бог проявляется изнутри, как мое собственное желание, через моего сердца. И снаружи, как требования общества, допустим, требования какие-то внешние. И эта линия, то есть Рав иногда рассматривает это так, иногда так. То есть это... Теперь, общий взгляд. Что такое общий взгляд? Общий взгляд у Рава, это когда я беру общий взгляд на мир, на все создано, на все сущие. Он такой, я беру все, что есть. Человека, общину, народ, все народы, природу живую, растительную, неживую, минералы, планеты, весь космос. Раздвигаю это по времени, от начала творения и до конца дней. Это все. То есть взгляд он очень-очень-очень. Так вот, при таком взгляде, когда я смотрю на все, то это все, оно идеально. Оно хорошо. Оно добро. Соответственно, человек, который и у него общее направление, это улучшаться. Двигаться в сторону улучшения, совершенствования добра. Это человек, который делает грех, кроме того, что он там, мир портит Всевышнего, душу себе калечит. Раф показывает еще один, один взгляд на это. Он себя отрезает от общего потока всего мироздания к улучшению и к совершенствованию. Он оказывается отрезанным, ломотем, как это, на обочине дороги, когда общее течение жизни проходит вперед. Это очень грустное состояние. Каждый грех огорчает сердце. Так разрушает единство между частной личностью и всем сущим. Теперь, то, что я сказал, это, конечно, не написано здесь, но это да, написано урано. Поверьте. И исцеляется человек только с помощью тшувы, благодаря которой он получает свыше осознание своего идеального места в мироздании. Таким образом возвращается к нему восприятие всеобщего равновесия и способность соответствовать естественному течению жизни. Вернулся и исцелил. Естественно, течение жизни это к улучшению, к совершенствованию в добром. Человек, который сделал грех, выпадает, по крайней мере, частично. Отсюда, кстати, и самое страшное наказание, которое есть, я отсеку тебя от души народа, потому что называется карат. Ты будешь отсечен от общего движения вперед. однако, основа страдания не от греха как такового, но и основания греха. Что такое основание греха? Человек не делает гадость просто так. А часто человек делает гадость, как мы сказали уже не раз, не два, и не восемь, что главный наш враг это не грех. главный наш враг это отчаяние. Человек, который отчался от мира, который понял, что мир, он, как-то, миру труба, исправление ему не видать, миру, то зачем дергаться, зачем стараться, зачем пытаться его исправить, вообще зачем морально жить? Будем жить, как получится, урывать себе свой кусочек, да, то есть вот это вот отчаяние от мира это корень, это корень греха. И тогда человек сам себе позволяет вырешить. А что же мы еще делаем? С волками жить по волчьей путь. Из основания греха, из содержания душевных процессов, противных естественному порядку существования, которые присутствуют в момент отворения во всем существующем, великолепно объединяя и направляя к общей цели. Общая цель мы можем его назвать в общем как приближение к Творцу, можем назвать как связь к Творцу, можем назвать как улучшение всего мира, неважно данное. Сущее творение, оно идет, продвигается, улучшается. Если я, теперь, мы сказали про общий взгляд, который пропагандирует Раф. Теперь, чем у меня более узкий взгляд, тем я более близок к отчаянию, я не смотрю сейчас на все человечество, как оно продвигается, на весь мир на протяжении непоследних пяти лет, на последних пятидесятых лет, пяти миллиардов лет, я смотрю на себя любимого на протяжении последних двадцати пяти секунд, и мне дурно, а мир ничего не стоит. Чем взгляд более узкий, тем он ближе к отчаянию, тем проще отчаяться, тем это ближе к греху. Чем взгляд более общий, тем он более оптимистичный, тем он ближе к надежде, он дальше от отчаяния. Это человек, который надеется на какое-то более лучшее будущее, даже сейчас очень-очень плохо, он не позволит себе вести себя не по-человечески. А наоборот, если от мира ничего ждать хорошего не приходится, то я себя буду вести соответственно этому мир. И поэтому те, чьи души дурны в основании, и корень всех грехов заложен в их воззрениях. О, корень всех грехов, корень грехов мы где-то встречали. Обратите внимание, Раф, как часто такое бывает, он вводит какое-то понятие, а потом его объясняет. Основа, однако, основа страдания от греха как такового, но от основания от греха и содержания душевных процессов. Что это такое? А вот здесь Раф немножко раскрывает. Души дурны в основании, и корень всех грехов заложен в их воззрениях. Что это за воззрения? Стремлениях и свойствах их сердец. Что это за свойства? Что это за воззрения? Вот они смотрят на все дурным глазом. И мир ведется им в таком беспредельно черном свете. Те, кто видят черное в мире, это не грех. Это вообще не грех. Это, наверное, даже очень хорошо. Но те, кто видят только чернотурные и больше никаких цветов и оттенков, это плохо. Это очень плохо. И это корень грехов. Почему? Потому что это отчаяние. Отчаяние от человека, больше греха, от человечества, от всего сущего. И тогда уже никакая сила не сможет удержать человека от неврешения. Они те, что постоянно ропщут на мир и на жизнь. Мрачные пессимисты, как-то по-русски циники, глумления которых над бытьем суть насмешка глупца, неспособного понять, что добр Господь ко всем. Ваше мнение? Можно? Да. Натан, меня, во-первых, интересует вот у меня какой вопрос. Кто эти злодеи, о которых говорит Раф? Мне почему-то кажется, что это отнюдь не бандиты с большой дороги и даже не бестолковые евреи, которые забывают надевать филин. Это что-то более философское, то есть возможно это философы-материалисты или то, что называется апикойресы, которые знают Штору и при этом отрицают ее. То есть мне кажется, что это какой-то уровень ну такой вот действительно не случайно он говорит, что источник греха в их воззрениях. То есть вот у меня такое ощущение, что Раф это написал просто вот под впечатлением разговора с каким-то еврейским мыслителем того времени и он действительно то есть возможно этот человек даже из тех людей, которых обычно он оправдывает и учит за них сход, что называется, то есть находит какой-то позитив в позиции этого человека и в том, чем он занимается и так далее. А вот здесь ему открылось действительно насколько этот человек несчастный и открылась как бы причина этого несчастья. То есть я не знаю, это мои фантазии. Вот просто интересно, как вы это воспринимаете. Я с вами абсолютно согласен. Действительно кажется, что Рад здесь говорит по поводу то, что называется пессимистичная философия. Есть философия, которая смотрит на мир пессимистично, говорит, что мир развивается в сторону падения, ухудшения и как это и лучше бы не родиться, чем родиться и страдать в этом мире. Ну, соответственно, под этой под влиянием такой философии осознанно или неосознанно уже бегают бандиты с большой дороги. Ну, безусловно, да, это, конечно, тоже, это, безусловно, корень. Корень это, конечно, пессимистичная философия, которая видит в мире как-то источник всех страданий. Но мы понимаем, что в мире очень много страны. Но, тем не менее, мы, евреи, оптимисты. Потому что, что мы говорим, как говорит Равшарки, у евреев есть драмы, но нет трагедии. Мы понимаем, что мир, он не в лучшем состоянии, но мы верим и этой верой двигаемся вперед, двигая мир к более лучшему состоянию. Понятно. Это принципиально противоположное мировоззрение по корню от еврейской. В еврейском мировоззрении есть все внутри и как-то здоровая критика и здоровый пессимизм, но общее направление это, конечно, оптимизм. Причем, оптимизм не детский, не инфантильный, не сейчас вот здесь мы сделаем как это царство Бога на земле, а мы понимаем, что это возьмет много времени. Кстати, это вот перекликается тем, что сказал Рути, что а я как раз тоже и у меня был хедущ, я сказал, что Бог отличается от людей тем, что у Бога есть время. Обычно мы говорим наоборот. У Бога времени нет. Бог над временем, а человек внутри временем. Я хотел сказать, потом я услышал Туицка Короткого Ройтмана в лекции он сказал теми же самыми словами. У Бога, причем, это, видимо, не совсем моя идея, а уже, так сказать, моя обработка существующих идеи и так далее. Звучит это так. У Бога есть время. Что это значит? Он хочет привести мир к абсолютному идеалу, но он понимает, что если изнасиловать мир и привести его к этому идеалу сейчас и силой, то будет хуже а не лучше. Поэтому он согласен подождать какое-то время, потерпеть и даже дать миру продвигаться сейчас в противоположном направлении от его высшего идеала, если в конце концов это да, приведет к идеалу, но, что называется, нормальным, естественным, хорошим путем, он может ждать. Человек очень часто идеалы, особенно высшие, пытается претворить жизнь здесь и сейчас. И если мир к этому не готов, то он разрушает этот мир вместо того, чтобы его строить. Это как бы разница, это у нас называется, в нашем языке называется Рахамин. Бог хотел создать мир в Амидат-1, в Амидат-1, у нас есть милосердие Иисус, а что такое Рахамин? Это время. То есть дать потенциалу раскрыться. Подождать. Даже если сейчас вместо правильных идей миром правят неправильные, если они справляют что-то и продвигают мир в том направлении, что через какое-то время, через 15 поколений миром смогут спокойно, без насилия, без изнасилования мира, значит, правильные идеи, значит, неправильные, они тоже часть общего исправления и продвижения. Так что, Шире, я с вами полностью согласен. И вы, как всегда, делаете ворог гораздо богаче и интереснее. Большое спасибо. Кто-то еще? Нет. Да. А, у нас еще есть несколько минут, да? Я просто хочу сказать такую вещь, что, как ни странно, той позиции, что мир движется в сторону убывания каких-то позитивных моментов, а не наоборот увеличения, придерживается также и, ну, скажем, эта позиция есть также и внутри иудаизма. Вот. Ну, собственно, я уже забыла, почему я это хотела сказать, потеряла мысль, да, но, тем не менее, да, то есть, это как бы позиция, она есть внутри иудаизма, и тем не менее, тех людей, которые находятся внутри иудаизма и придерживаются этой концепции, это не приводит к полному отчаянию и к полной деградации и не приводит к греху. То есть, в чем тут секрет на самом-то деле? Вопрос очень хороший. Да, эту позицию действительно я могу, то есть, я лично слышал и не раз, выражается примерно такими словами, что человек не стал лучше, такой же, какой был остался таким же, человек не меняется, как, в принципе, человек, да, и еще в дополнение к этому есть концепция снижения поколений, что каждое поколение ниже предыдущего, и поэтому вообще-то когда-то нас раньше жили праведники, а сейчас у нас одни мелкие души и так далее. я это меня натолкнули, то есть, я не знаю, как и почему ответить на ваш вопрос, он хороший, я вместо ответа поделюсь некоторыми своими мыслями, может быть, они уже звучали, по поводу того, что я сказал сейчас Рут, Рути, да, что будущий мир это может быть именно тот мир, которому как бы это сказать, будущий мир это то, что мы в конце концов превратим этот, да, то есть, это идеал, который мы слепим из нашего мира, который здесь есть, это будущий мир, а теперь давайте попытай, я попытаюсь сейчас защитить концепцию, почему эта идея не была распространена, допустим, не только сегодня, но, допустим, там, раньше. Мне кажется так, сегодня мир уже настолько хорош, что смотря на него, я могу попытаться сделать экстраполяцию в будущее и сказать, окей, вот это положительное мы сейчас усилим, вот это отрицательное мы уменьшим и превратим этот мир в идеальный будущий мир, все классно. То есть, мир уже настолько хороший, смотря на него, я могу как-то попытаться воображение, вообразить, что из него мы сделаем идеальный будущий мир. когда мы смотрим на мир, который был раньше в истории человечества, мир, где была как бы большая часть мира, это были страдания, выживания и именно не мораль, а наоборот какие-то животные страсти, то человек, который бы сказал, что этот мир, то есть, мир как бы был очень близко, человек был очень близок к тому, чтобы отчаяться от этого мира, сказать, этот мир мы сможем исправить? Нет, конечно нет. Мир он гадкий, плохой, это клака. Это как же жить человеком? Мы боремся же с отчаянием. А вот смотри, этот мир, это на самом-то деле, это это испытательный полигон. Поэтому здесь ямы вырытые и там, не знаю, и горы навалены. Тут тренироваться нужно. Вот ты потренируешься, а потом в загробном мире в будущем, там, потом, потом, после смерти ты получишь за то, что вкалывал, награду. То есть, и мы таким образом заставляем человека, который более-менее отчаялся от мира, мне кажется, это немножко связано с вашим вопросом, потому что нельзя от мира не отчаяться, потому что мир так себя показывает и ведет. Мы тем не менее делаем человека моральным, который себя ведет в этом мире, несмотря на что, сказать, несмотря на то, что он живет по-волчи, он старается не выть по-волчи и старается жить хорошо. А на сегодня мы уже настолько в этой работе преуспели, что мир настолько хорош, что уже можно взять его и спроектировать, спроектировать его на будущее и сказать, а, в общем-то, разница-то на всего 99%. Мы берем наш мир как 1%, добавляем 60% в день, получаем будущее отлично. Но когда на разницу в 100 тысяч световых лет, когда это не 1%, а миллиардная доля промилле, то мы не можем перешагнуть. Нам нужно отрубать этот мир сюда, будущий мир туда. Ну вот, как-то так. Скажите, Ширель, помогло вам или нет то, что я сказал? Да, спасибо. Очень хорошее объяснение. Меня устраивает такое объяснение. Спасибо. Чем богаты, тем мы рады. Хорошо. У кого-то еще есть вопросы? Три, два, один, продано. Хорошо. Если никто не хочет, то давайте тогда сказать больше ничего. Давайте тогда прощаться. Будем встречаться на следующей неделе. Божьей помощи. Нет, Рэп, все нормально объясняю, все понятно, действительно. Нечего добавлять, правда. Спасибо, Яшарковых. Большое спасибо. Тогда всем добрый я Продолжение следует...